Новый экологический маршрут под названием «Большая Кембрийская тропа» проложили в Хангаласском Улусе. Он будет интересен не только палеонтологам, изучающим геологическое и биологическое прошлое земли, но и юным исследователям-натуралистам. Подробности расскажет Виолетта Засимова. «Большая Кембрийская тропа» — это совместный проект дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, а также заслуженного эколога Якутии и России Любовки Прияновой. Экомаршрут объединяет четыре памятника природы — Оймуранский рифовый массив, Кэтэме, Иланка и Бачик и рассказывает об основных этапах развития земной коры, начиная с Нижнекембрийского периода. Этот маршрут интересен тем, что, во-первых, это палеонтологические кембрийские местонахождения кембрийских остатков, во-вторых, это изучение наскальных рисунков, ознакомление с ними культурное наследие, ну и, в-третьих, это историческое наследие, встреча с людьми, которые здесь живут, которые являются насильственными этой культурой. Ну и неизученного очень много здесь. Я бы к ним отнесла, конечно, пещеры, которые здесь находятся. Пещеры средней Лены еще не изучены. Для прокладывания нового эко-маршрута была организована комплексная экспедиция, в которую вошли сотрудники дирекции биоресурсов, идейный вдохновитель проекта Любовь Киприянова и профессиональный палеонтолог из Москвы Юлия Шувалова. Последняя занималась сбором и определением кембрийских окаменелостей, а также полевым описанием наиболее значимых разрезов. Кембрийская тропа проходит по очень мощным и непрерывным разрезам карбонатов. Это такие осадки моря, очень теплого, возрастом 535 миллионов лет. И в этих породах содержатся разнообразные, очень разнообразные, одни из самых древнейших остатки скелетных организмов. Некоторые из них появились здесь, на территории современной Лены, в этом море, как бархиоподы древнейшие здесь найдены. Здесь найдены древнейшие губки. И для палеонтолога это очень важно, потому что кембрий – это время вообще становления современной биосферы. Протяженность большой кембрийской тропы составляет более 115 километров. В ходе маршрута туристов ожидают 7 видовых точек. На каждом памятнике природы установлены информационные баннеры, которые рассказывают о значении и особенностях этих мест. Памятники природы, они общедоступны. Любой желающий может их посетить, может ознакомиться с информацией, может узнать для себя что-то новое. Никаких ограничений нет. Единственное, ограничения будут касаться каких-то видов работ, касаемо биолога, разведки и других. Новый эко-маршрут не только обогатит знания о древней истории нашей планеты, но и станет прекрасной возможностью для активного отдыха на природе, способствуя развитию экотуризма в республике. Виолетта Засимова, Хангалаский Улус.